Самое важное видео, которое я когда-либо выпускал, это просто верхушка. Это должно быть опубликовано, это нужно для всех. Таким образом, да, запудрили мозги настолько, что даже не соображают многие, насколько смешно. Это как мне участковали. Ну я знаю, что вы юридически подколот. Я говорю, где ты, видишь, у меня подколот? А ты, раз не согласен, значит, ты сам себя лицом признал. К протоколу даже не прикасаться, на отдельном листке все писать. Что бы ты там ни написал, ты все равно ввязался в дело, то есть вошел в процесс. Прягся за персону, то есть взял ответственность за персону на себя. А потом я включил счетчик. Так, а кто там вообще присутствовал в этом зале? Из нас двоих лицом назвалась только она. То есть она, получается, сама себе права зачитала. Она мне пытается свой хвост подсунуть, типа, на, кусай. А я говорю, нет, ты сама свой хвост кусай. Не о человеческих данных, не о данных мужчины и женщины. А именно о персональных данных, то есть о данных персоны. Соответственно, у нее нет права нарушать мою волю, раз я ее волю не нарушу. Я и не пишу, чтобы в будущем было так, как я хочу. Я пишу, чтобы уже было так, как я хочу. Почему только в армии, только в тюрьме и только в психушке бреют на лысо? Волю сбревают, чтобы волю свою не проявлял. Рукой в мою сторону махает и пальцем показывает в мою сторону. И говорит, правильно думаешь? И дальше пошла. А я в каком шоке был? Я стою, смотрю, кому она махнула? Я тут один стою. Паспорт это, пропуск в порт. Причем тут порт? Какой порт? Где этот порт находится? Я говорю, а где сюда-то стоят? В порту. Слушай, действительно, а в порт-то, чтобы пройти, что нужно показать? Пропуск в порт. Никакой другой документ не принимаем. Только паспорт. То есть пропуск в порт. То есть морские цвета все. И они стали похожи на матросы. Но они вести себя стали по-другому. А народ в основном заводят с какой стороны? С красной или синей? Синей. Во, морское право. А теперь все дружно вспоминаем, как на батискафе спускался на самое дно некого континентального шельфа и ставил там флаг. Для чего? А он просто застолбился в своей фирме. Можно, говорит, мы твое видео на немецкий язык переведем? Что там, ты хотел все это, созвониться? Какое у тебя вопрос? Ну, по второму заседанию, что есть какие-то это, замечания, не знаю. Недочеты, ошибки. Ошибку ты мне указал одну, я ее это, заметил, да. Какую? Что ты нашел? Ну, то, что, скажите, Елене Петровне, что пришел живой мужчина. Что? Антон? А, ну, я же, я же. Че, 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 я что-то не врал. Что Антон пришел? А, что Антон пришел. Ну, это я написал чисто. Ну, да, то, что не с именем, не хозяин имени, а именно Антон. Но в то же время я не сказал, что это я. Да, тоже, да, да, да. Тоже, видишь, тоже в этот момент. Правильно, да. Пожмите, что принесли Антона, да. Ну, я еще там пару ошибок нашел. То есть, я ей сказал, прошу обращаться при обращении ко мне, называть меня живой мужчина, хозяин имени Антона. То есть, я сказал, прошу. А надо было сказать, я хочу. А, ну, да, в общем, просьбу-то можно отклонить, да. Ну, вот она и отклонила. А если бы я сказал, хочу, или от вас необходим, да? Тогда бы было видно, что было бы... Не, хочу, это я бы своей волей заявил. То есть, четкая. Она, по идее, не имеет права нарушать мою волю. А как еще можно, кроме хочу? Волю, да, свою. А как хочешь, так и это. Вы мое видео не видели про волю? Я там целых два видео на два часа это полностью расписываю, что такое воля, как ее проявлять, и примеры привожу. Нет, я не видел. Я не видел. Ну, посмотрите, я вот недавно, 3 или 4 назад выпустил. Называется, это, спасение детей от тестов или вольному воле. Хорошо, надо будет прослушать, да. Добро, добро. А по поводу вот этой вот второй серии, что, в общем-то, там, ну, у тебя все так-то хорошо было. То есть, она обращалась к лицу, да, сказала о том, что нету тут этого лица. Да, ну, точнее, ты не лицо. Она это сама сказала, что ты не Булгаков. Но при этом она усмехалась, когда просматривала материалы, да, и там озвучивала, да. А усмехнулась она, если ты заметил, наверное, да, усмехнулась она, когда там было от Булгакова. Когда от Булгаков там, когда протокол составляли, что ли, или чего-то вот в это время. Ну, да, что у меня разница все везде. Да, да, вот там она усмехнулась. Там не в протоколе, а то, что... Там было написано «я, человек, мужчина, Антон Николаевич Булгаков». Там то ли волеизъявление какое-то было, то ли что-то вот такое вот. Нет, это были эти объяснения в этом протоколе. Да, объяснения. От Булгакова. Да. Протокол там Булгакова был за этот состав. Ну, да, на персону. Вот она ее усмехнулась. Да, и объяснение от персоны. И персоны объясняют, что он уже человек в этом протоколе. Ну, да, я сейчас понял, что надо вообще к протоколу даже не прикасаться, на отдельном листке все писать. Конечно, конечно. Ну, еще раз, наверное, надо повторить, то есть, вот смотри, протокол когда составляется, да, там, на лицо, там же указывается, ну, правонарушение, там, в отношении кого, и статью прописывать, да, КУАП? Вот, и когда ты пишешь в протоколе, ну, не согласен, да, с данным протоколом, то ты этим же самым, к примеру, подтверждаешь, что ты не согласен, но данное правонарушение было. Ну, я так понял, это ввязаться в процессы, все равно, что в суде сказать, я не согласен. А ты, раз не согласен, значит, ты сам себя лицом признал. Ну, суть в том, что, да, что правонарушение в отношении, там, статьи такой-то было, но ты с ним не согласен. Вот о чем тут речь идет. Нет, так даже если ты напишешь, что правонарушения не было, не согласен, то ты все равно ввязался в процесс, ты начал за персоной оправдываться. Там же протокол-то на лицо составлен, ты подпись поставил, даже что-то написал. Уже признал, что ты лицо, и было правонарушение, то, которое он указал, да, там, полицейский. Вот, и просто, ну, ты не согласен. То же самое она, вот о чем русский говорит, она, ну, судья, так называемая, посмеялся над этим протоколом. Нет, там вся фишка в том, что даже если ты будешь писать, что я не согласен, я не являюсь персоной этой, ну, короче, что бы ты там ни написал, ты все равно ввязался в дело, то есть вошел в процесс. Все правильно, все правильно, об этом и речь. То есть впрягся за персону, то есть взял ответственность за персону на себя. Да. Вот, вот это хорошее, как бы, урос, замечание, вот, увидел. Почему она укрепляет. А знаете, что я самое главное понял? Ага, осознал, наверное. Точно, осознал. Смотрите, ну, я раз уже, наверное, 40-50 пересмотрел это видео, и, короче, я все это, меня все удивляло, почему она прямо в открытую сказала, что, типа, разъясняю права не вам, а лицу. Вы же, говорит, не являетесь лицом. Я говорю, совершенно верно, я не лицо. Я все не мог понять, почему вы это, уяснить, а к чему это она все говорит. А сейчас я выяснил. Вот она говорит, я разъясняю права не вам, а лицу. Вы же не являетесь лицом? Я говорю, нет. Хорошо, она разъясняет лицу. А потом я включил счетчик. Так, а кто там вообще присутствовал в этом зале? Живой мужчина, хозяин имени Антон и должностное лицо короля Елены Петровны. Какой им она себя назвала? То есть, из нас двоих лицом назвалась только она. То есть, она, получается, сама себе права зачитала. Ну, в общем-то, может, да. Запросто. Она сама себе права разъяснила, сказала, что я вас спрашивать не буду, понятно ли вам эта статья 25.1 КАПРФ, то есть, я вас спрашивать не буду. И себя она тоже не спросила. То есть, она к живому мужчине не обратилась, ему права не разъяснила, персону не нашла и сама себе тоже не разъяснила. Это вот буквально выглядело, как это, змея, я из это, она мне пытается свой хвост подсунуть, типа, на, кусай. А я говорю, нет, ты сама свой хвост кусай. Она взяла это, пытается укусить. Блин, а ей же больно, она же не может это в открытую сказать, ой, мне больно, я сама себя кусаю. И она втихаря так это, типа, сама себе права разъяснила, сама себя в отношении себя это вынесло решение и тихонечко удалилась. То есть, попыталась скрыть тот факт, что она и есть держатель этой персоны. Похоже так. Поэтому и отменил там, и закрыл все это дело. Ну, образно говоря, да. Ну, да. Ничего не назначил, потому что так трудно самому, на себя, на себя самой. Потом платить бы пришлось еще, там, на штраф. Ну, так-то, по идее, то есть, если она не нашла персону, то ответственного за персону. То есть, она не нашла, как сказать, спонсора, который будет платить за персону. А, соответственно, они сами должны платить за эту персону. А ее же поголовки-то не погладят, как говорится, если она вот такое решение вынесет и скажет, вот, типа, Российская Федерация должна платить вот это правонарушение. Ну, я так вижу, что платить должен был тот, кто выпустил эту персону. Ну, да. А выпустил это у МВД? Ну, да, да. У МВД, там, или в КМС, у тебя там, я не знаю. А вот изготовитель, да? Ну, да. Паспорт-то кто, да, это вот. Юрлицо изготовитель. Ну, да, да. Ну, я так образно. Поэтому, по идее, кто создал это лицо, это вот и несет ответственность. Ну, да, если поправим. А ты пользуешься просто. Ну, так. Ну, и это по ЗАГСу, смотрите, я же отправил это, сходил же, отдал. И они не прислали вообще отписку на персону. И вот сейчас думаю, что делать. Мне, как бы, подсказка поступила, что, типа, ты обратился именно по законам. А надо было вообще какую-нибудь фигню спросить. То есть, если ты обращаешься по процедуре законной, то есть, они могут ответить только персоне в рамках закона. А когда ты ни о чем, ни про что обращаешься, то тогда, скорее всего, ответят как живому. Может быть, и так. Потому что я прям позвонил тут же этой начальнице ЗАГСа, Татьяне Феликсиевне. И у нас такой прям серьезный разговор состоялся. Я прям ее минут пять уговаривал ответить именно так, как мне надо. Она мне всячески на законы, на законы, на законы. В итоге, я так понял, она просто по-другому поступить не может. Может, как не может. У нас же поступают не только мы. Я и то же самое говорю. Вот у меня есть там 20 примеров. Я могу вам прислать, что другие. Она говорит, а мне что, говорит, другие. У нас, говорит, это учредитель администрации города. У нас от них четкие инструкции. Ну, значит, ее просто нужно загонять в угол просто. У меня же тоже с самого начала как было, что мы не можем. У нас вот так вот предусмотрено только так, и больше никак. Когда в угол загнал, тогда все, у них предусмотрено стало. Каким образом? Законы к ним подвел. К этой конкретно руководительница отдела подвел законы. Показал, что вот предусмотрено для лиц вот это, 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 это. Вот обязанности, вот права, вот ответственность. Поэтому я не отступлюсь от этого. Вот я, значит, ранее в отношении того лица, другого лица. Вот мои, как моя практика. Вот, и вы, если не будете закон соблюдать, да, то вы следующие. Либо мы, как говорится, по-доброму. Все хорошо будет. Я немножко, ну, как бы, понимаю, о чем ты говоришь. То есть, их не же законы против них применить. А единственное, что максимум грозит, это по 5.59 административная ответственность. Для начала. Ну, так для начала. А у нас такая прокуратура, что они, я уже много раз так пытался привлечь должностных лиц к административной ответственности по 5.59. И у нас прокуратура в упор не видит вообще ничего, присылает отписку. Соответственно, я тут же вторую там обжалую. После второй отписки вообще нет смысла обжаловать, потому что срок там 2 или 3 месяца, по-моему, он проходит, привлечение к административной ответственности. И, соответственно, на третье обжалование тебе уже приходит, что, извините, срок привлечения к ответственности истекся. То есть, это ясно, это известно, это везде так. А здесь же необходимо это же дело-то, ну, запечатлеть, да, каждое дело. И когда долбишь, долбишь, долбишь в одно и то же, бьешь, бьешь в одно и то же, давишь, 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 происходит что? Происходит уже злостное нарушение. А когда злостное нарушение, то это уже не административная ответственность. Это уже халатность, да? Это уже, даже это уже не халатность, это уже несоответствие занимаемой должности. То есть, это просто вылет. Разговор-то простой. Хотите здесь работать, да, там, ну, исполняйте обязанности, исполняйте обязанности. Если вы не хотите исполнять обязанности, да, то обязанности тогда здесь будут исполнять другие, которые будут исполнять обязанности в итоге. Мне-то это нужно, а вам-то это для чего нужно, чтобы это было так. Договор простой. Нет, значит нет. Ну не хотите, ну ради бога, значит я буду заниматься другими, которые вышибут вас отсюда нафиг. И все поставят другого, другое лицо, которое будет исполнять обязанности. Добросовестно. Все просто. Договор простой, а только нужно это не просто так сказать, а показать, где в этих так называемых законах, где это все предусмотрено. И все, лучше показать, что вот вам такой путь, а вот вам такой. Вот выбирайте, по какому пути мы с вами пойдем. Или с вами. Ну да, плюс я еще могу не в прокуратуру, а сразу в суд после первого обжалования вытащить их и в качестве ответчиков допросить их в суде под видео. А там же суть в чем? Суть в том, чтобы цеплять как можно больше курячков. За этим лицом. Чем больше крючков, тем больше шансов на вылет. И все. Все просто. А крючки, это по любому поводу они будут. То есть, исполняя какой-либо один закон, нарушает другой. Это так системы выстроены. То есть, любое действие приводит к нарушению. Какому-либо. Любое. Должностного лица, я имею в виду. Не основ. Просто донести, довести это дело. Конечно, полезнее, когда непосредственно разговариваешь и показываешь все. Просто там по телефону. Сейчас это трудно, конечно, делать. Ясно. Но, тем не менее. Знай. И вот через это как раз и удалось дверь открыть. Сначала было то же самое. Сопротивлялись прямо. Неясно. Ладно, будем. Система ЗАГС-потна. Кто там учредил, это без разницы. Система, она одна с ЗАГСом. Ясно, что должностное лицо. Какая разница, кто его учредил? Конечно. Есть должностное лицо, есть обязанности, есть кресло, на котором сие. Конечно. Кто тебя туда поставил, это не играет значения. Этот, читаю вторую часть, этот, позитивное право. Интересного увидел. Полезного. Ну, там интересные определения идут. Я, ты, вы. То есть, почему? То есть, это как бы сначала зашло, запомнилось, а мысль уловил, а что он означает, не совсем уяснило. И поэтому надо перечитывать прям каждый абзац. Ну, там от перевода зависит много. От чего? От перевода. А, ну, само собой, да. Ты знаешь, какая штука? Тоже проявлена была, да, по практике. Есть тексты, юридически значимые, так называемые. Писанные на староанглийском. От руки. Не напечатанные, там, на компьютере где-то, а писанные от руки. От староанглийского. Вот. Попытались перевести. То есть, меньшие переводчики, да, они легко там. Ой, да что угодно переведут. А вот, значит, опытный переводчик, по-моему, даже с послужным списком, СМИДовским, по-моему, даже. Тот что-то как-то отказался переводить ввиду трудности точного перевода. Ну, чтобы не напортачить при переводе. Не брать на себя ответственности переводчик, да. Это именно про это? Про позитивное право? Это вообще про юридик тём. То есть, вот откуда чего там ноги растут. Ну, правильно, одно лишнее, одно неправильно переведённое слово и половина человечества, судьба решена. Ну, это даже запятали. Об этом как раз и речь. Поэтому, что будет въехать, то, что ты там читаешь, да, ты несколько переводчик, прощи, несколько разных. Иначе забудешься. Это, ну, вот Маневиты известны давно. Ещё с чтения художественной литературы. Я много-много всяких книг читал, в том числе и зарубежных авторов разных переводов. Вот одно какое-либо, какое-нибудь произведение, для примера, да, разных авторов перевода. Перевод разный и вообще другое. Вообще совершенно другое чтение. Это Рос пришло к поводу, что переводчики... Ну, переводчик, учитель. Он, да, он учитель английского языка. Вот. И пришли к поводу, что это агенты. Агенты влияния, да, и... Агент влияния, если полностью разъяснить. Ну, вот учителя, все учителя иностранных языков у нас здесь, в нашей стране, скажем, являются агентами влияния вот соответствующих вот тех структур, да, чьими наличиями они пользуются. Ну, чему обучают. То есть, значит, когда бы тот, кто вот проявляет себя учителем иностранного языка, когда бы он там думал, там, смыслил, там, еще что-то заботился о народе, в котором он проявлен, в котором он родился, вырос, да, живет, тогда бы он умения свои направлял на пользу народу. То есть, использовал это умение там, там, где это наречие портячие, для донесения тем, кто на этом наречии портячим, о своем народе, о нашем народе, а не наоборот. А наоборот, это агенты влияния уже тех сторон. Ну, у нас просто спор пошел по поводу «мен» или «вума». Вот, там переводы, да, и не то, что спор, а разъяснение там. Он говорит, что «мен» – это человек, и мужчина. Ну, двоякое значение. Да, в английском языке двояко. Ну, это не так. Ну, поэтому вот к чему это все? Там не двояко, там многозначно. А еще быть точнее – неоднозначно. Не многозначно – неоднозначно. Если быть точнее, то «мен» – это человек, а «вул» – «вулкмен». Это человек с влагалищем. Да, а уточните, с «вульвой». Человек с «вульвой». То есть, это видимая часть влагалища. Нету там мужчины-женщины. Ближе, значит, к мужчине технически, да, в этом наречии в английском. Другой термин. Не «мен». «Human». Нет, нет. А этот учитель, он что-то даже, похоже, и не знает другого термина. Потому что он, видимо, не технарь. И вот насаждают, уверяют всех, что якобы «мен» – это мужчина. Человек-мещина. Соответственно, все переводы, да, такими учителями и переводчиками осуществляемы в соответствии с тем, что у них в мозгах. А что у них в мозгах? Что внедрили, то и есть. То есть, могут… Где человек написан написать мужчину, а где мужчины могут написать человек? Запросто. Ну, к примеру, да? Угу. А мы знаем, что человек – это одно, мужчина – это другое, женщина – это третье. Ну, так скажем. Персона – это четвертый английский уже персона. И человек – это же разные именования. Ну да, я вот сейчас это… Субтитры к этому видео делаю. И там постоянно звучит слово «лицо» на русском языке. А я в переводчик загоняю эти тексты, и он слово «лицо» переводит как «персона». Ну, бог бог. Вот об этом, видишь? То есть, как бы, вроде бы, как бы об одном и том же, вроде бы. На наш непросвещенный взгляд в отношении этих наречий. Портячих. А в действительности нифига подобного. То есть, смысл, донесенный сюда, совершенно другой. Он отличен от того, что, ну, там, источником, вот, в него загнано. Тот смысл, который был источником. Ну, вот меня сейчас непросвещенный народ спрашивает, такие вопросы зовет. Я говорю, а в чем разница между персоной и человеком, или, там, мужчиной? Я говорю, а ты задумайся, говорю, есть закон о персональных данных. Не о человеческих данных, не о данных мужчины и женщины, а именно о персональных данных. То есть, о данных персоны. А все на себя примеряют. Да, да. И мужчины, и женщины, и граждане, и человеки, все думают, что это их данные. А это и не их данные, это персонные данные. А вот еще такая штука тоже сегодня была проявлена. То есть, я сообщаю о том, что это же разные, разные, что мэн и что мужчина. Это же очевидно, что это не одно и то же. Очевидно. А он сообщает, что для него это не является очевидным. И я в связи с этим, значит, следующее сообщение туда загоняю. Для кого еще является не очевидным, что мэн состоит, ну, как там, манга, да, состоит из трех знаков. А мужчина, соответственно, в количестве, да, и, значит, единственный знак, который и там, и там, это А. Это же очевидно, что они разные. Что это не одно и то же. Ну, если хочешь, я тебе перешлю эту пересылку в ВКонтакте. Доброе утро. Я бы тебе могу там, в принципе, сейчас прислать. Со слов ты сразу же не въедешь. Конечно, потому что нас лев очень долго, а он может и упереться еще, кстати. Кто, я-то? Да нет, ослы. Ну, когда со слов слазишь... Со слов. Со слов слазишь. Со слов. Со слов? Да, со слов. Ну, а они же как обычно говорят там, что со слов написано верно. Правильно? Со слов. С моих ушей, ослов. Такой-то номер подойдите к окну. Зашел. Окнул. Что еще сделаешь? Таким образом, да, запудрили мозги настолько, что даже не соображают многие о том, насколько смешно. Это как мне участвовали. Ну, я знаю, что вы юридически подколованы. Я говорю, где ты еще у меня подколов? Ну, что, он нормально среагировал или это? Оскорбился? Ну, я такой уж, ну, что, блин. Или как всегда сам оскорбился? Ну, момент такой, знаешь, когда вот это начинаешь, ну, видишь и слышишь, ну, на слух воспринимаешься и осознаешь. Ну, уже, ну, все по-другому смотришь на мертву. И общаешься уже по-другому. Вот, в общем, в итоге сегодня там попили вчера трое-то выскочили оттуда, после таких сообщений. Сегодня двое и вчера трое. Пятеро человек выскочило. Мозги не выдержали, что ли? Мозги не выдержали, да. Мне, наоборот, интересно стало. Со мной трудно вообще в этих сообщениях. Так это же хорошо, когда то это трудно, значит, это. И есть над чем трудиться. Тренировка, тренировка, замечательнейшая тренировка. Владение словом. Кому-то не нравится. Игра слов, игра слов. Ну, не желаешь, не играй, никто же не составляет. А это владение, это не игра. Это владение словом. Мне тут после этого видео со всей страны звонки пошли и местные, и с Ургута, и с других регионов. Все в восторге, все удивляются, все хотят пообщаться, посоветоваться. Я тут своих собрал. Точнее, меня на чай пригласили. Пообщались. Я разъясняю, меня не слышат. Вообще, один раз пояснил, не ясно. Второй раз пояснил, тоже не ясно. Уже думаю, ну все, значит, вы, не слышите, значит, вам это не надо. Наберись терпения, это не обязательно. Просто очень трудно многим пересилить программу. Очень трудно. Поэтому наберись терпения. Можно придется, да, и по пять, и по шесть раз. У нас вот именно так, у меня, по крайней мере, именно так и происходило. То есть я все равно одно и то же рассказывал. Все те же приходят, и я все равно одно и то же рассказываю. Разными образами, с разных сторон. Ну вот, там каждый раз разные лица. Вообще-то и женщины. На этих видео. Да, и многие приходили много раз для того, чтобы выяснить. Первый раз не ясно, со второго, с третьего. А я рассказываю каждый раз немножечко по-разному. Разные образы привожу, да, там по-другому. Ну, все верно, ты учишься, еще лучше учить. Тоже в это, какой... В итоге, такой подход, он позволяет тем, кому не заходит, с одного раза, с двух разов, да, с нескольких. В итоге позволяет, да, увидеть, там, все равно какой-то путь найти. Для преодоления вот этого своего барьера, там, внутренней этой защиты программной. Самое главное, что я до них хотел донести, это то, что... Вот я для себя два года еще назад выяснил, что слово «прошу», оно означает просьбу. То есть, вот, ходатайство – это официальная просьба. Если ты пишешь «прошу», то твоя просьба, по идее, может быть отклонена без объяснения причин отказа. И я вот эти последние два года использовал слово «требую». А потом, вот, буквально четыре дня назад, до вот этого второго заседания, выяснил, думаю, а дай посмотрю, что означает-то слово «требую». Залез, посмотрел трактовки, а там первая трактовка идет. «Требую» – это настоятельная просьба. Ну, может быть, тогда есть смысл о необходимости, да? И я просто взял все свои эти волеизъявления, переделал перед вторым заседанием, убрал слово «ходатайство», убрал слово «требую», и прошу-то не было, а вот слово «требую» убрал, и прямо так написал. На основании вышеизложенного «я хочу», чтобы, и двоеточие, и дальше перечисляю, что я хочу. Ну, есть еще вот, еще и скос, да, это про необходимость. Что-то необходимо. Что-то необходимо, да. А необходимо в связи с чем? В связи с тем, что вот установлено то-то, 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 поэтому это не обойдешь. Поэтому необходимо. Что же такое? Ну, можно... А у вас необходимы, полезные, да. Действие какое-то. Ну, это ты непонятно, что, как бы, сообщаешь. Что необходимо, кому необходимо, зачем необходимо. Расписываешь. Необходимо исполнить то-то, 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 предусмотренное тем-то, тем-то, тем-то. Слушать такие-то действия. Есть необходимость в этом. Все. Не сразу все вот это. Тоже уникает. Вот у меня есть возможность видео иногда записывать. Раза по три-четыре пересматривать, чтобы ехать. Бывает такое. А, ну вы прям, это, прям буквальный смысл. Это, ну, получается, закладываете свою волю вот в это слово «необходимо». И это тоже можно. А вообще, ну, как бы, чтобы оно было обосновано, аргументировано, там, да, то есть, чтобы было основание. Это вот есть. Есть для них обязательное что-то, да, которое они обойти не могут при исполнении обязанностей. Просто им напоминаем, уведомляем о том, что необходимо то-то, 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 то-то. Для чего? Для того, чтобы вот так, 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 и так. Все. И никаких просьб, и никаких требований при этом. Обязательно. Ну, а если вот как я пишу теперь, я хочу, чтобы... Ну, я это не пробовал. Попробуй. Просто, ну, вот я и попробовал на втором заседании. Я до начала заседания 8 этих бумаг запульнул, и там везде было написано «Воля Зеления». И на основании высшего изложенного я хочу, чтобы там разбирательство по делу было прекращено в связи с тем, что нет состава правонарушения. Вот так. Я хочу. То есть, я выразил свою волю. А так как кон свободы воли непоколебим, то есть, у нас даже вот творец дал даже такую ситуацию в самом начале заседания, когда я поставил камеру рядом с ней на треноге, на моноподе, и она сказала это «Слишком близко, вы нарушаете мое личное пространство». Я отставил и говорю «Ваша воля». То есть, я ее волю не нарушил, отставил на 2 см, и таким образом не нарушил ее волю. То есть, у нее ко мне претензий не было. То есть, она высказала претензию, что вот вы нарушаете мое личное пространство. Ну да. Я говорю «Ваша воля». То есть, я отставил и ее волю не нарушил. Соответственно, у нее нет права нарушать мою волю, раз я ее волю не нарушил. Логично? Логично, да. Хорошая-то, да, подмечу хорошо. И вообще, кон-то свободы воли нам Творец дал, и даже он не имеет права нарушить этот кон свободы воли. То есть, раз дал, вот я хочу, чтобы так было. И все. И тогда, получается, и Творец, и все, кто эту волю услышал, они не имеют права нарушить эту волю. Только в том случае, если ты правильно заявил свою волю, если ты ее явил. То есть, в этой яве, в этом действительно мире проявил свою волю, изъявил. Воле изъявил. Ну, просто вот послушайте вот эти два видео, которые я вам говорю. Я там полностью все это... Поправлю тебя немножечко. Не чтобы было, а что будет. Потому что вот когда я служил в армии, да, проходил. И, там, выпивали офицера, да, там, мы, вот как офицеры, там. И толстый. Ну, давай выпьем, чтобы было все у нас хорошо. Ну, я тебе вот такой пример, да, привожу. Так вот, и было-то все хорошо, а стало-то как? Еще хуже. А было все хорошо. То есть, программа какая закладывается? Чтобы давай выпьем, чтобы у нас было все хорошо. Чтобы оно прошло. Было, ну, в прошлом было все хорошо, а не будет. Тосты, как бы, тосты для того, чтобы на будущее, да, там, как бы, закладывают программу. Правильно-то сказать, чтобы... Давай выпьем за то, что будет все хорошо, а не было. Правильно же? Ну, это в случае тоста. А вот в своем воле изъявлении, вот, ходы-то... Ну, ты сейчас, вот, мы сейчас разговаривали, ты говорил по поводу того, чтобы про пространство, да, не нарушение. Чтобы, вот, творец, чтобы было опять слово, видишь, у тебя там пролетело слово, так вот, было. Я тебя просто, ну, как бы, поправляю для разговора. Ты тоже... Ну, это как в анекдоте. Я хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было? Да, да, да. Ну, это тоже такая поправочка небольшая. Ну, это поправочка, она уместна только в случае, если ты что-то на будущее желаешь. А я в своем воле изъявлении так написал, я хочу, чтобы были рассмотрены все материалы дела по существу. То есть, я это специально записываю в прошлое, то есть, уже были рассмотрены. Я хочу, чтобы уже были рассмотрены по существу. Ну, все правильно, значит. Я и не пишу, чтобы в будущем было так, как я хочу. Я пишу, чтобы уже было так, как я хочу. Ну, вот тоже, видишь, программа какая интересная, да, со слов было и будет. Ну, прошлое и будущее. Да, вот так обещаю. Я хочу, чтобы данное воле изъявления было рассмотрено только и так далее. Было рассмотрено. То есть, все, уже деваться и некуда. Это уже было. Я уже записал это в прошлое. Ну, по поводу хочу, это интересная тема. Ну, послушайте видео. Я аж говорю, это вот, разговариваю там с женщиной в основном все два часа. И она мне несколько примеров из своей жизни рассказывает, какие у нее чудеса происходили после того, как она говорила слова «я хочу». И я ей свои примеры рассказываю. И вот это, и я ее, получается, два или три месяца уговаривал на то, чтобы разместить это видео для всех. Потому что я... А, я скинул контакт? Да, скинул обязательно. И я ее все уговаривал. Последний мой довод был. Я ей говорю, звоню и говорю, слушай, говорю, это, говорю, самое важное видео, которое я когда-либо выпускал. Это просто верхушка всего моего творчества. Это должно быть опубликовано. Это нужно для всех. Да, по поводу публики тоже, кстати, такая штука. Полезнее все-таки обнародовать, если это для народа. Если это для публичных, ну, для лиц, для публичных женщин, например. Публичных, которые в публичных домах. Ну, есть еще публичные мужчины, которые тоже в публичных домах осуществляют публичные слушания. Например, по бюджету. Там публичные лица в публичных домах. Это про публику. Ясно, ясно. Но это сами... Сами знаете, как трудно избавляться от таких слов, которые сидят там, внутри. Вот мы бумага, как бы, с содействием друг к другу, да. Заметки. Раз, я заметил, он заметил, ты заметил. В моих... А это мы обнародования. В моей речи что-то. Не стесняйся, говори, сообщай. Я там, может, у меня лодить поправляй. Конечно. Очень полезно. И что, тот момент такой, это пока... Как бы, я настраивал свою волну нужную, необходимую. Вот смотрите, самая главная строка, которую я написал, вот в этом самом главном волеизъявлении о прекращении дела. Так и пишу. На основании вышеизложенного я хочу, чтобы данные... Так, так, так. Производство по делу номер такой-то, возбужденное в отношении персоны, было прекращено. Я хочу, чтобы дело было прекращено. Все. Я это все в прошлое записал. Я деваться не буду. Я что-то, да. А если вот тут как схему с тостом применить, да? Я хочу, чтобы в будущем дело было прекращено. О, ну это в будущем. Так сейчас-то мы не отменим, а вот в будущем там кто-нибудь апелляции или касаться, пускай и думает. Да-да-да. Так логично очень, да. А так вот, как это, как раньше же писали, летописи, былины, то есть это было. Былина – это то, что было. Да, было. Совершенно верно. А вы послушайте это два видео и попробуйте протестировать вот эти два слова, я хочу. Вы это, тоже удивитесь. Я уже много где применил эти два слова. Куда не приду, вот у меня был самый яркий пример. Пришел в магазин. Потому что у меня слово хочу вот это убирали еще с детства и в армии там, когда курсантом был, да, там. Вы свою хотелку уберите. Вот. По глубине. Вот. Почему в армии, только в армии, только в тюрьме и только в психушке бреют на лысо? Для перезагрузки. Не, слово «волосы» и «воля» однокоренные. Волю сбривают, чтобы воли своей не проявлял. Я это видел, как, по примеру, сына, да, когда его обкарнали. Ну, там, без моего ведома тоже. То есть, у него вошло накопление знаний, умений, да, все лето. И, бам-бам, и, короче, все прям. И представляешь, он многое из того, что прям буквально до этого помнил. Радостно все было. Он просто забыл про это. Когда побрили, да? Да, вместе. Ну, не побрили, а там постригли вместе с волосами. Самые яркие помнил, а уже другое уже не помнил. Прям вот буквально там дня два родился. Ну, вот волосы – это еще и космос, связь с космосом. Связь с базой данных общей. Вот такая штука. Я это прям видел. Не просто где-то как-то, а прям в своей жизни с сыном. Мне просто, когда я в это время был в поезде, я вот все думал на эту тему, что слова «волос» и «воля», они однокоренные. И у меня вот, ну, понятно, что «вол» – это одинаковые три буквы. А вот откуда у слова «волос» взялось окончание «оз». И потом я начал вспоминать, что раньше же как говорили про себя? Сейчас вот говорят «я», а раньше говорили «аз», а еще раньше говорили «оз», и получается «вол-ос», то есть «вол-я». Еще слышишь, знаешь, как говорят еще? Может, слышал? Слышал, еще говорят «волосья». Волосья. Когда говорят про волосы, говорят «волосья», у тебя волосья такие, космос, волосья. Ну, вот два соединения «вол-ос», «я», «аз». Да, да. А, вот, я не договорил это. И когда я пришел к этой мысли, что все у меня сложилось, что «волос» и «воля» – это однокоренные слова, и получается, чем больше волос на теле, тем больше воля. И как только я к этой мысли пришел, я стоял на перроне возле поезда, и мимо тут же прошла девочка, не знаю, лет 12, и ни с того ни с сего она рукой в мою сторону махает и пальцем показывает в мою сторону, и говорит «правильно думаешь?» и дальше пошла. Да, да, есть такие, есть такие. У меня сейчас вот прям мурашки бегают по всему телу, когда ты рассказываешь. А я в каком шоке был? Я стою, смотрю, кому она махнула. Я тут один стою. В моей жизни тоже был именно с детьми. Подобное такое, ну не то же самое, а похожее был. Именно с детьми. Расскажешь? Ну да, конечно. Причем тебе это вот было сказано, а мне было просто показано, потому что дитё не умело разговаривать. Троллейбусе. Я еду в троллейбусе. Сзади прям, сзади. Доходит девушка, ну там женщина, да? Угу. Дитё ещё разговаривать не может. Ну, уже бегает там, вот так вот, да? Двигается всё такое. Самостоятельно передвигаться может. В таком возрасте. Народу совсем мало. Дитё начинает, по-моему, девочка тоже. Давно это было. Дитё начинает голосить. Ну, то есть, свои голосовые связки тренировать. Я-то это знаю, поэтому я спокойно. Дети голосят. А мама начала её гасить. Ну, то есть, там, прекрати, там, то-то-то-то. Вот это дело. А я ей говорю, я говорю, девушка, ну... Видите, народу мало, никто, как бы, не возмещается. Да, всё хорошо. Она, говорит, сейчас потренирует свои голосовые связки и прекратит. Не переживайте, о чём. И она такая, так раз на меня посмотрела, и, да, действительно, перестала. А девочка-то, ну, погласила-погласила, да? И прекратила. А я такой сижу счастливый, у меня, в общем, читаю, да? И у меня это прям крылья за спиной растут. То есть, вот это вот, достижение слов как раз. И они, значит, выходят за остановку до того, как я... И вот она берёт её на руки, девочку. Значит, идёт, а девочка, соответственно, ну, как бы лицом ко мне. То есть, она назад смотрит, да? По ходу движения матери. И она так смотрит на меня, и мне рукой машет, так, улыбается, и рукой машет. Ну, до свидания. А я с ней вообще не разговаривал с девочкой. Я только вот к матери обратился, да, так ей сказал, и всё, и опять в эту книжку там радостную. Ну, это как бы, да, такие тоже случаи бывают постоянно в жизни. Но вот именно здесь, мне прям пальцы в мою сторону, она проходила мимо, вот просто чуть ли не быстрым шагом шла мимо. А вот поравнявшись со мной, просто вытянула руку в мою сторону с пальцем вытянутым указательным. И сказала, правильно думаешь, и дальше пошла. Вот так же мы пришли к выводу, что, к смыслу слова паспорт. Я всё не мог понять. Причём тут, ну вот, там многие расшифровывают, что паспорт – это пропуск в порт. А при чём тут порт? Какой порт? Где этот порт находится? Нет, не ясно было. А потом мы что-то ехали в машине, вот буквально на днях, неделю назад. И это, что-то разговариваем, разговариваем. Типа, вот, типа, судья, типа, если это капитан, то она на своём судне находится. Я говорю, слушай, а в здании же не один такой кабинет. Их же много, этих залов. Получается, много судов. Я говорю, а где суда-то стоят? В порту. Слушай, действительно, а в порт-то, чтобы пройти, что нужно показать? Пропуск в порт. И поэтому пристави говорят, никакой другой документ не принимаем, только паспорт. То есть пропуск в порт. Ну, то есть, как это, не в книжках, а в действии, как это угодно. Да, и что-то мы дальше начали развивать эту мысль, типа, а кто командует этим портом? То есть у них, я вычислил потом, что есть администратор суда, так называемый, то есть это администратор порта. Есть адмирал, так называемый, председатель суда, командующий флотом. Есть маленькие порты городские, есть окружные порты, а есть верховный порт. Слушай, а у нас вот так тоже проявлено, так здорово, в этом смысле, да, что явно. Что суд Нижегородской области, как его обозначает, да, Нижегородская область обозначает КНО. Поэтому там суд НО. Все четко. Да, ну, действительно так. У меня еще было смешно, когда водительская, да, брал вот эти вот справки, давно, да, когда приклеили на справку там какую-то печать, бумажечка такая, блестящая. На ней, на этой, не бумажечка даже, а как, в общем, так называют, ну, блестяшка, как типа вот удостоверение к плецаевым, там, вот, штуковин, штуковин. Чего-чего плохо слышно? Не штамп, не печать, а такие блестящие штуковинки, как акцесс, что ли, такие круглые. Голограмм. А, голограммка маленькая, ну. Да, и на килограммке, значит, ГУЗО пропечатано такое, да, аббревиатурное. А в расшифровке это Государственное управление здравоохранения Нижегородской области. А аббревиатурное это ГУЗНО. Я прям убирал, мне прям так было смешно, по поводу суд Нижегородской области, суд ГУЗНО, да. А ГУЗНО это Тресогушка, известная такая плечка. ГУЗНО? Да. Птичка? Ну, Тресогушка, известная птичка. Да, и хвост у нее длинный. Она постоянно этим хвостом трясет, когда вот, например, стоит где-нибудь, да, поверхность на какой-нибудь сидит, она постоянно этим хвостом вверх, вниз, вверх, вниз. Точнее, вниз, 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 вниз. Как идет. То есть, почему Тресогушка? Потому что она трясет ГУЗНО. ГУЗНО, вот эта вот задница, она трясет этим. Ага. А вот у нас в государственном управлении здравоохранения Нижегородской области, это и есть ГУЗНО. Я тоже смеялся прямо на душе. Они, правда, это, быстро там потом ГУЗНО сделали, ГУЗНО еще туда воткнули. Так было какое-то время. Ну, вообще, похоже на другое слово, на букву Г. Ну, ГУЗНО, это как раз вот то, откуда уходит то, что не нужно. Про суды, про суды, про судно. Про суд, да. Про суд, да. Ты, да, ты так верно. Вот это вот все увидел. В отношении адмирала там, команда еще, да? А, и сами приставы-то в форму оделись. У них, это, такая, как бы, защитка. То есть, это, раньше они в черном ходили. А сейчас их переодели, то есть, их выделили в отдельную службу судебных приставов. То есть, это отдельная федеральная теперь служба. Типа, как у МВД, следственный комитет, вот теперь судебные приставы, типа отдельная служба. Им, соответственно, выдали и оружие, и эти, новую форму. У них это, фамилиями отчества появилось на левом этом кармане. То есть, мало того, что значок висит с номером, так еще фамилиями отчества пишут. И, инициалы. Фамилии, инициалы. Так у них еще и вид формы поменялся. У них теперь стало защитного цвета. Причем не зеленого, а вот голубой, синий, темно-синий. То есть, морские цвета все. И они стали похожи на матросы. Вот им реально, вот тельняшку поддеть под форму. И вот натуральный матрос. Черный, это мертвый. Там самые ниже уровни. Мы подняли. Они подняли, значит, да? Ну, они вести себя стали по-другому. Не знаю, я что-то с ними не стал тельняшить. Нет, они в июле. В июле этого года переформировались. В Российской Федерации. Ага. Чего у тебя еще нового-то? Да ничего. Этот, сейчас суп, это... Ко мне народ обратился, говорят, можно, говорит, мы твое видео на немецкий язык переведем. То есть, вот это видео, которое про американца, его же на все языки мира перевели. И на русский, и на испанском, и на немецком находил. И на английском, и на русском. То есть, вот это мое видео, сейчас народ тоже хочет это на другие языки мира переводить. Сейчас сижу, пишу эти субтитры к этому видео. Чтоб четко было, дословно. Ты еще знаешь, на что внимание обрати? На поводу, если разговор пошел, по поводу приставов, синий цвет, да, там, синий. Это морское право, паспорт. Обрати внимание, таблички, там, нумерации домов, каким цветом. Синим? Синим. Синим. Синим цветом, да, нумерации домов? Угу. Ну, на фоне синим, а певом написано. Вот, дороги, это рейки. Машина, это сонно. Единственное здание, которое не синим, табличка висит, знаешь, какое? Какое? ФСБ. А, ФСБ, это у них этот трюм? Или как-то? Не, у них зеленым. Они на суше, я так понял, находятся. Слушай, а у нас этот, безопасность, безопасность. Вы не помните, что это, что это, что это, государственная безопасность. Кстати, ты посмотри, может быть, у тебя там есть какой-нибудь вывеск где-нибудь, я на каком-нибудь издании, где назначена государственная безопасность. Не ФСБ, а государственная безопасность. У нас есть такое. Я не слышал о таком. Что это? Табличку, вот, вы видели? Старственная безопасность там. И какого цвета? Что-то, наверное, не обратил. Не, вывеска, это, организация может быть любого цвета. Я говорю именно про адрес, адресная табличка именно здания. Ты знаешь, что я тебе скажу? Вот отдел полиции, где постоянно там, вот, там две таблички, два входа. В одной тоже, как бы, здание. Завода и в дежурную часть. И с одной стороны красным цветом, а с другой стороны синим цветом. С дежурной часть красным? С той стороны можно зайти. И с другой дежурной часть, да. А народ в основном заводят с какой стороны? С красной или синий? Синий. Во, морское право. Да, я тебе к примеру говорю. Ну, я вот все, нет, я не знаю, вот, по идее, у этих усудей есть отдельный вход. У них там, скорее всего, точно так же устроено, отдельная табличка висит, другого цвета. Этот же Топорков, по-моему, рассказывал, да, или кто, или консерва, когда они что-то там ее цвета, что ли, отключили, они пошли куда-то, то ли ФСБ, то ли МВД, и то же самое рассказывали, что в ФСБ висит табличка другого цвета, и это, то есть, и там два входа также было. Что-то такое они рассказывали. То есть, это уже не, ну, многие люди замечают. Так-то, вот, если рассматривать здание как порт, то в порт-то два входа, с суши и с воды есть, правильно? Да, да. И с воздуха. Ну, мы же не летаем, мы только ходим, либо плаваем. Ну, я просто напоминаю, что есть еще воздуха. Ну, да. А, тут мне карту недавно прислали, ну, по поводу этой статьи-то в Конституции-то, что юрисдикция Российской Федерации распространяется только на континентальной шельфе, либо на особо экономическую зону. И такая, типа, карта красным обрисована границей СССР, а сверху отдельной синей чертой обозначен вот этот континентальный шельф. И, типа, вот там, типа, Российская Федерация находится. А я в ответ пишу. А теперь все дружно вспоминаем, как некий президент некой страны на батискафе спускался на самое дно некого континентального шельфа и ставил там флаг «Триколор» некого государства, так называемого. И для чего он это делал? Ну, вот с чего президент какой-то страны будет рисковать своей жизнью, да, чтобы опуститься на такую глубину и поставить какой-то «Триколор»? Для чего? А он просто застолбился это, вместо своего государства, своей фирмы. Рядышком, под боком, СССР, да? Да, не на территории СССР, а в 200 милях, там, где, типа, ничейная территория. Именно на дне поставил. Не в море опустил, а спустился на самое дно и там поставил. И еще одно совпадение – это то, что говорят «Триколор». Он, на самом деле, это флаг не государства, не суши, а он именно морской, то есть, адмиралтейский. То есть, все суда Российской Федерации ходят именно под этим флагом. По идее же должно быть различие, что на воде один флаг, на суши другой. А тут одно и то же. Это представительство, представительство. На суши представительство правителя, представительство. Ну да, лица, замещающие должность. Да-да-да, так же как банки не банки, так же и банки не банки, так же и обменный пункт для государства. Это управляющие флага рации. Чего, уже час разговариваем. Заканчиваем разговор? Да, наверное, могу. Да-да-да, сейчас пришлю обязательно. И свои разъяснения к этому заседанию, и про волю тоже. Очень интересное видео, послушайте. Хорошо, благодарю. Борей, если что, звони. А, добро-добро. Все, давайте, благодарствую. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.